добрый 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 день сегодня я хочу вас научить как очень легко и просто нам построить выкройку для вязаного изделия и ее вы можете использовать и для трикотажа выкройка очень просто будет строиться нужно минимальное количество замеров и поэтому вы сделаете первый раз основу и она у вас останется намного-много лет вперед поэтому отнеситесь к этому серьезно настраивайтесь на то что не просто легко я вам даже покажу как строить выкройки но и покажу такой интересный секрет выкройки рукава который будет делаться просто с помощью ладошки который вы просто ну останетесь в восторге сделаете очень легко запомните и полюбите вязание шитью так как и я полюбила поэтому я вас сейчас буду учить как очень просто это все делать и как всегда во всем я вам рассказываю свои маленькие секреты которые она работала на протяжении многих лет я бы сказала уже десятилетий и буду делиться с удовольствием с вами я вам советую если вы только начинаете вязать и делать выкройки для выкройки использовать очень удобно рулоны обоев которые у нас остались после ремонта посмотрите эта сторона обоев всегда белая и они относительно плотные и вы всегда решите вопрос как и на чем вам построить выкройку поэтому это один из вариантов как построить выкройку можно конечно взять белые большие листы и миллиметровые листы но я вас буду учить все делать очень просто поэтому вот можно использовать как один из вариантов остатки рулонов обоев и когда мы с вами на бумаге построим выкройку я вам очень советую очень советую эту выкройку перенести вот на такое посмотрите пленочку это пленка которая используется у нас в доводстве для теплиц она может быть разной толщины видите здесь у меня как бы пол половинка периода выкройки платья это я делала и я вам очень советую с бумаги перенести выкройку на вот такую пленочку потому что мы с вами будем учиться вязать ирландское кружево и вот такие выкройки на прозрачной пленке они будут незаменимы и еще одно качество то что пленка хранится намного дольше конечно чем бумажная выкройка вы ее можете где-то зацепить порвать но бумага есть бумага поэтому не поленитесь с бумаги обязательно перенесите на вот такую пленочку она очень легко хранится вот так вот мы ее сматываем рулончиком вот такая вот она вас как кулечек будет храниться очень долго в вашем шкафчике для рукоделия теперь для выкройки нам нужно обязательно линейка по возможности ну хотя бы полуметровая вот такая нам нужно сантиметровая лента ручка карандаш это понятное дело и так как я вас учила у вас обязательно должна быть заведена тетрадка в которой вы будете записать все нюансы и я бы вас призвала прежде чем сделать выкройку на бумаге вот вы заведете вот такую тетрадочку для вязания или для трикотажных изделий для шитья и мы с вами можем сделать выкройку в масштабе масштаб у нас будет один к четырем то есть вы все размеры которые мы будем сделать делать замерять будете делить на 4 и мы таким способом вот в тетрадке вот так вот мы сделаем с вами выкройки для чего это нужно вы не думаете что вы тратите время даром эти лишних полчаса прежде всего это для вас будет как закрепление и вы еще очень внимательно еще раз проанализируйте вдумчиво если вы никогда не шили не вязали и для вас это тоже будет как разработка как мы схема с вами разрабатываем точно также выкройки поэтому не ленитесь делайте в тетрадке и как я вам говорила мы с вами сейчас будем делать выкройку для вязаных изделий вот вы имеете возможность на мне видеть вязаную кофточку и обращаю ваше внимание это выкройка годится и для трикотажа надвигается осень зима и я вам хочу сказать что очень легко пошить для себя вот такие гольфики какие-то кофточки для девочек подросток для себя купить ткань которая вам понравилась использовать вот эту вот вытачку у нас нюанс том что для трикотажных изделий мы не используем вытачки то есть ткань у нас эластична она растягивается но если у вас грудь до 4 размера вам вытачки не нужны поэтому эту же выкройку мы будем использовать для трикотажных изделий вот кофточка гольфик а если мы эту выкройку еще и продлим вниз то мы платье с вами по шьем поэтому это такая универсальная выкройка будет но если вы будете вязать если вы хотите пошить уже из ткани какой-то там хлопок допустим вискоза может быть шерсть то конечно но там нужна другая выкройка поэтому сегодня мы готовим для трикотажных и вязаных изделий выкройку дорогие мои друзья я приглашаю вас присоединиться ко мне к такому уникальному делу рукоделия вязание шитью и подписывайтесь на мой канал марина цветы и мы с вами проведем много много интересных уроков по творчеству